Ученый в области нейронауки и психолингвистики, доктор биологических наук, профессор Татьяна Черниговская о том, чем нельзя кормить свой мозг, силе мысли, болезни Альцгеймера в социальных сетях и нечеловекомерном мире. Нет ни малейших шансов, что мы в обозримом десятилетии узнаем, как функционирует наш мозг, при том, что во всем мире на эти исследования тратятся несметные миллиарды. Это мощнейшие проекты, которые идут в Соединенных Штатах, в Азии, в частности, в Китае, в Европе. Лучшие университеты во всем мире этим заняты. Кто в доме хозяин? На этот вопрос я, разумеется, ответа не имею, и вы тоже. Но подумать не вредно, только не на ночь. Кто принимает решение «Я или мой мозг». Желаем вам приятного просмотра. Опасная тема. И начну я с конца. В последнее время появилась мода. К счастью, до нас она не дошла еще. Но в Соединенных Штатах, хочу правильно меня понять, это я никакой политики. И Соединенные Штаты я хорошо знаю, часто туда езжу, ничего против них не имею. Но появилась такая мода, поскольку сведения о мозге все растут, и они становятся популярными, они входят в общий обиход. Это не только те люди, которые изучением мозга занимаются, знают, а это как бы знают все, потому что много популярных фильмов идет, по телевидению, в отличие от нас, очень много идет передач, журналов много, музеи науки везде есть. То есть люди знают про это. Вот, вот плохая сторона этого заключается в отчим. Предположим, преступник, который что-то там сделал. Его, значит, начинают судить, а он говорит, that's not me, that's my brain. Он говорит, не я, это мозг мой. Представляете себе? Он говорит, я же не виноват, что я с таким дурацким мозгом родился, да? Ну вот скажем, я родилась, у меня нет подходящих данных для того, чтобы петь в театре ласкало. Ну, я виноват, что ли, в том, что у меня гортань неправильная? Ну, не такая, да? Нет у меня голоса этого, которым поют оперные арии. Но в этом нет ни моей заслуги, ни моей вины. Он и говорит, этот он некий, безликий он, говорит, а что, я виноват, что ли, такой? Он с таким дурацким мозгом родился. Представляете? То есть перенос ответственности с личности на ткань, на субстрат мозговой, это вообще жуткое дело. И это идет вовсю. Есть более того, есть еще, поэтому встает вопрос о, скажем, нейроюриспруденции, о нейроэтике в этом смысле. Ну, чтобы все плохое сказать, вот скажу, еще немножко плохого в конце будет. Вот, но для начала скажу вот что, вот представьте себе, а это не нереально, что я приношу картинку и говорю, вот это мозг, томограмма мозга человека, который потенциальный преступник. Вы мне говорите, а с чего вы взяли? Я говорю, взяла я с того, что у нас есть томограммы людей, которые уже осуждены, доказано, что они там серийные убийцы, и у них вот такое в мозгу делается. Я, естественно, говорю в сто раз грубее, чем есть на самом деле. Я надеюсь, вы понимаете, что я преувеличиваю. Но я не вру в тенденции, так сказать. Вот. И говорю, вот Петя Иванов, вот он там 50 человек перевешивает, да? Вот что будем делать с Петей Ивановым? А что мы будем с ним делать? В любой приличной стране, нормальной стране, есть презумпция невиновности, потому что он не только никого еще и не убил, но, возможно, и не убьет. А уедет, я не знаю, в Индию, сядет в Асану там, и на него будут манго падать, он их будет время от времени есть и самосовершенствоваться. Или уедет в Швейцарию, любезно моему сердцу, будет разводить там и дельвейсы, и вокруг будут коровушки ходить и серебряными колокольчиками звенеть, а он будет есть сыр и шоколад. Так? Так. То есть я имею в виду, что... Да что ж такое? Какой-то есть... Вот звук, по-моему, да? Фон. Я к тому... Это... Потише можно сделать. Так, нормально? Да. Я к тому говорю, что многие знания, многие печали. То есть чем больше мы умеем, тем больше у нас есть опасных разных отверточек, с которыми потом неизвестно, что делать, но к этому я вернусь. В 70-м году... Вот у меня такой тип разговора, импрессионистический, я просто иначе не умею, я вам честно говорю. Вот. В 70-м году вышел фильм Франсуа Трюфо, знаменитого режиссера французского, который назывался «Л'Амфан Собаж», то есть «Дикий ребенок». И это история про мальчика, как бы мы сказали, Маугли. Маугли в нашей науке – это термин. Это дети, которые по каким-то причинам, это могут быть самые разные причины, оказались не в социуме человеческом. Они не слышали человеческого языка и, соответственно, не говорят. И они вообще как бы не люди. Вот. Так вот, в 18-м веке вот такой вот мальчик, откуда-то там вышел, ну, примерно ему, скажем, лет 7-8, хотя кто это знает. Вот. И страшный шум во французском... Это реальная история. Во французском обществе начался страшный шум, а именно это человек или не человек? Или это тот, из кого можно попробовать сделать человека? Ну, на эту тему надо полугодовой курс читать, поэтому вы поймите, у меня будут обрывочные вещи. И стали им заниматься. В общем, я думаю, что можно его в сети найти, посмотреть, найти. Это режиссер хороший, очень интересный фильм. Вот. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что это ставит следующий вопрос. Мы людьми рождаемся? Вот люди это кто? Это те, у кого две руки, две ноги, нет хвоста? Пока. Вот. И нет рогов, когтей, у некоторых нет рогов, когтей, да, и шерсти, перьев, там. Вот это этот человек? Вы такой биологический образ привели, а есть же еще понимание человека, человек с большой буквы, там. Нет, ну естественно, но я, ну вы же понимаете, я же не могу читать лекцию про Вселенную. Я отдаю себе отчет в этом, разумеется. Но я говорю про биологическую сторону. Часть этого биологическая, а часть не биологическая. Потому что, вот если бы сейчас мне такой вопрос задали, я бы сказала, геном дайте, мы посмотрим. Геном, я посмотрю, там будет написано в этом геноме, будет написано, что это человек. Это геном человека. Вот. Но мы сейчас не про это говорим, а мы говорим про то, что человек уже родился человеком, или он родился с потенцией человека. И для того, чтобы он человеком встал, он должен попасть в социальную среду, и он должен попасть в языковую среду. Если человек, я им твердо говорю, если человек лет до трех-четырех не попадает в языковую среду, может не попадать больше. Потому что это игрушка с часовым механизмом. Эта машинка, вот эта, прямо сюда показываю, потому что это именно здесь. Эта машинка, которая позволяет человеческому младенцу в итоге обладеть любым из человеческих языков, она имеет срок годности. В том смысле, что, чтобы усваивать, нужно рано в эту среду. Если ты не попадаешь, то случаи, в которых много таких случаев, они нам говорят о том, что ничего хорошего из этого не выходит. То есть человека можно научить каким-то словам, но у него полноценная речь не будет, и полноценного поведения человеческого у него не будет. Здесь ничего не видно. У меня-то так красиво. Но здесь нельзя ведь, да? Может быть, можно вот этот цвет убрать? Или тогда вам снимать нельзя будет? Здесь эта картинка, это не художественное произведение, а это один из типов обработки. Вот. Один из типов обработки томограмм человеческого мозга, который показывает, какие связи куда идут. К чему я это показываю? К тому, что у нас сейчас огромные возможности. У нас, в смысле у человечества, огромные возможности исследования мозга объективными способами. Есть позитронно-эмиссионная томография, есть функциональный и нефункциональный магнитный резонанс, есть, разумеется, энцефалография. Вот следующую лекцию будет мой друг и коллега Канонников читать, он про энцефалографию, я думаю, будет рассказывать. Есть магнитная энцефалография, это дикие деньги, вообще все стоит. Я вообще хочу сказать вот что, все эти работы страшно дорогие, они становятся все дороже и дороже и дороже. Эти приборы дорогие сами по себе, потому что они стоят миллионы, причем не рублей. И очень дорого стоит их обслуживание. Люди, которые с этим работают, должны получать высокие зарплаты, там и математики, и врачи, и анестезиологи, это целая группа людей. То есть это не то, что там кофеварка, там купил, включил, даже если она очень дорогая кофеварка, то уже купил, да, вот теперь включаю. Нет, это требует лет обучения, это очень дорого. Поэтому те, кто могут себе позволить работать на таких приборах, это, как правило, сильные ученые, которые могут претендовать на дорогие гранты. И тогда они с этими деньгами в руке идут в те места, а это, как правило, медицинские места, и говорят, вот я вам столько денег на стол кладу, а вы мне, пожалуйста, разрешите, я буду исследования свои проводить. Я к тому, что это очень дорогая вещь. Но это отчасти я на ваш вопрос отвечаю. Все, про что я сегодня буду говорить, это, конечно, медицинско-биологические вещи. Но Клод Левистрос, крупный философ, семиотик, этнограф, там как хотите называть, потому что там все, писал, 21 век будет веком гуманитарной мысли или его не будет вообще. Вот то сейчас, во что мы, извините за жаргон, вломились, вот точка, в которой мы сейчас находимся, чрезвычайно опасно. Я вот несколько дней в Венеции была, и за эти несколько дней отвыкла от телевизора, что называется, приехала, включила новости. У меня вообще просто все остановилось. Вы что, мы на грани мировой войны. До чего мы доигрались? Просто спятили все. Вместо того, чтобы остановиться, сказать, на этой точке мы останавливаемся, мы не разбираемся больше, кто прав, кто начал, кто там продолжил. Просто точка, файл в помойку, начинаем с нового листа. Но ведь этого никто не делает. И это гуманитарная мысль, потому что люди настолько стали техническими во всех смыслах. Считаю, что если у меня гаджеты из каждого там уха и кармана торчат, то, а что то? Россия находится на сто каком-то месте по чтению. Представляете, до чего доигрались? Чтению. То есть дети в классе в седьмом, большая часть детей вообще читает по складам, а та, которая не читает по складам, зато ничего не понимает. То есть когда ты ее спрашиваешь, он вроде звуки-то говорит, но когда ты спрашиваешь, про что дело было, оказывается, что он вообще ничего не знает. Это что? Это называется гуманитарная катастрофа. Вот что это такое. Цивилизационный слом. Вспоминая, понятно, собачье сердце, разруха находится в головах, и больше нигде она не находится, потому что все остальное – это следствие. И вот то, что я здесь пишу, гены или опыт, это тема, которую, если я успею, если я смогу просто по времени, то я, может быть, расскажу. Потому что это примерно вокруг того, что я говорила, только слово «гены» не употребляла. Вот во мне заложена очень мощная генетическая информация, как в каждом из живых. И это все, это судьба, вот как бы я через нее перескочить не могу. Я уже родилась там, быстрой, умной или глупой, медленной, там, активной, веселой, склонной к депрессиям. Возможно, у меня есть гены Альцгеймера, возможно, Паркинсона, возможно, еще парочка веселых генов. И что? Куда я их дену? Они же со мной. То есть, насколько гены определяют мою жизнь? Они тотально определяют или нет? Ну, это, я повторяю, это, разумеется, требует отдельного, очень серьезного разговора, возможно, даже не со мной, хотя я в курсе событий, но все-таки это не прямо моя специальность. Почему нам так важно знать, что происходит с мозгом? Вот знания о мозге, зачем они нам нужны, кроме развлечений? Ну, что вообще интересно узнать, как, что там работает. Вот если про это забыть, это должно влиять на наше образование. Вот я не устаю, я во многих местах, включая еще в президентском совете по науке образования, имею удовольствие или неудовольствие быть. Вот. И мы везде про это говорим. Вы понимаете, мы не можем детей в школе держать 16 лет. Но мы также не можем делать вид, что после Ньютона ничего не происходило. Правильно? Знания растут не просто как снежный ком, они валят с огромной скоростью каждый день. Речи не может быть о том, чтобы я прочитывала статьи, я работаю в нескольких областях наук, но хотя бы по одной маленькой узкой области. Никаких шансов, потому что их все время пишут. Что мне с этим делать? Это информация, которая что есть, что нет. Понимаете, получается, парадоксальная вещь. Что нет информации, что есть информация, получается примерно одно и то же. Потому что ее нельзя переработать. Значит, что мы должны делать? Мы должны либо, как дурачки, делать вид, что на Ньютоне, ну, условно говоря, на Ньютоне все закончилось. То есть обманывать детей, да? Как будто знания человечества тут прекратились. Или что? Или мы должны куски вырезать? Вообще, это, между прочим, большая проблема. Вот Капица, Сергей Петрович, в светлой памяти, с которым я имела счастье общаться, он говорил, образование знания должно перейти в образование понимания. Не запоминание, а понимание совершенно другой тип образования. Поэтому, может быть, больше толку научить людей учиться? Не, не, ну, я не знаю. Вот, я думаю, меня из школы выпустили из жалости. Потому что, да, ну, я в жизни никогда не встречалась с Беном Ньютоном. Вот никогда он мне на улице не попался. Если он мне вдруг, не дай бог, понадобится, я терпеть не могу Гугл, но для практических вещей, для науки, Гугл, конечно, нет, но для таких простых вещей, хорошая вещь, я пальчиком нажму и через 3 секунды у меня этот Беном Ньютона при мне будет. Какую черту я свою молодую жизнь тратила на изучение этого Бенома Ньютона, что он провалился? Значит, как научить людей учиться? Вот это важнее. Как дать эту удочку? Как сделать так, чтобы они знали, как извлекать эту информацию? Ведь они же тонут. В компьютер пальцем тычу, или куда там, в облака можно потыкать, где она везде валяется, эта информация. Что с ней делать-то? Как ее извлечь? Как доверять этой информации? Понимаете, я сейчас сяду и напишу много всякой муры, а потом все скажут, о, это Чернеевская, наверное, так и есть. А я наврала и всех надула. Нет, ну это же серьезный вопрос. Я же должна иметь информацию о том, каким источником я верю. Вот мы, кстати, наших студентов учим, когда в университете. Мы им прямо списки даем. Вот это списки сайтов, из которых вы можете брать информацию. Это надежно. А остальное ваше дело. Хотите, пожалуйста. Как научить людей контролировать свое внимание и память? Контролировать внимание, чтобы я не смотрела на то, хорошенькое тут, вот из коричневого сделано такое, на окне, да, чтобы я все-таки занималась тем, чем я занимаюсь. Как, наконец, правильно классифицировать и упаковывать информацию? Я не знаю, может, вам лучше повезло, у меня, может, такой хаус в голове. Но я, когда мне все шлют там статьи разные, коллеги, я думаю, батюшки, свет, ну куда эту статью деть? Деть ее на букву А, и это фамилия автора начинается. Ну ведь я же забуду фамилию этого автора. Правильно? Но я не обязана помнить, если это незнакомый автор. Или положить ее туда, где про детей, или положить ее туда, где про мозги, или положить ее туда, где, как дети усваивают язык, или положить на слово внимание, и так, как вы понимаете, список бесконечный. Или что? Или мне сделать с нее 120 копий и разложить ее везде, чтобы вообще уже все это медным тазом накрылось, чтобы вообще невозможно было ничего сделать. Что я делаю? Я думаю, что многие из вас делают такую же вещь. Я кладу это в папку «Разное». И оно погибает там навсегда. Мол, как я потом разберусь. Этот потом не наступает никогда. Она вечно там будет лежать, эта информация. Безнадежное дело. Здоровье. Вы должны иметь в виду, я вообще алармистка это называется, пугаюсь, людей люблю. Психоневрологические заболевания растут стремительно в мире. Их все больше и больше. Сейчас, как мы знаем, на первом месте сердечно-сосудистый рак там и так далее. Депрессия перевалит. Уже не говоря о Альцгеймере и Паркинсоне, которые просто стремительно идут по планете и пожирают людей уже даже начиная с 30-летнего возраста. Понимаете? Плохо всегда память плохо потерять. Но все-таки одно дело, когда ты ее потеряешь в 80, совсем другое, когда ты ее потеряешь в 30. Альцгеймер молодеет. Аутизм. А? Аутизм. Ну, а, так нет, аутизм, о чем разговариваем, о шизофрении, о маниакально-депрессивной депрессии. Посмотрите на американцев. У каждого свой психоаналитик, ну, во-первых, потому что моды, Фрейд заморочил голову всем, а во-вторых, потому что действительно, то есть если у нас что? Что делает русский человек, когда он в горе, да? Понятно, идет. И огурчиком закусит. Вот. Или он идет к подруге исповедоваться. Или он идет в церковь исповедоваться. Последнее, куда идет наш соочечественник, это к психоаналитику. Правильно? Это уж если у него совсем крыша съехала. Вот. Необходимость ранней диагностики. Это очень важная вещь. Я совершенно, я не врач. И я вовсе не собираюсь там никого на эту тему агитировать. Но мы знаем, что вот про это я знаю, потому что у меня коллеги этим занимаются. Скажем, болезнь Альцгеймера можно идентифицировать лет за 20 до того, как она на самом деле проявится. Понимаете? То есть что такое болезнь Альцгеймера? Как и Паркинсона. Это нейроны гибнут, они просто исчезают. Они просто погибают вместе с тем, с памятью, которая в них есть. Их просто нету физически. Если заранее знать, или если при анализе вашего личного генома оказывается, что у вас такая опасность есть. Кстати, опасность это не значит свершившийся факт. Это значит, надо быть настороже. Настороже это значит вовремя, рано начать всякие тестики проходить, не появилось ли чего-нибудь такого. И тогда соответствующие методы. Короче говоря, ранняя диагностика – это очень важная вещь. Это серьезная штука, потому что эти люди могут работать, а их тысячи несметные. Эти люди могут работать на атомных станциях, они могут быть диспетчеры аэропортов, они могут водить самолеты, они могут делать операции. Вообще много может чего быть. Это не невинная вещь. Общество должно быть заинтересовано в этом. Другой вопрос, вот я сейчас совсем разгулялась, и скажу, что будет делать общество, если все больше и больше людей с такого рода нарушениями, где он наберет этих операторов, которые были бы здоровы? Это очень дорого стоит. Это очень дорого стоит общество. Всякие страховки там и так далее. Особенно люди, которые после такого рода, после инсультов там и, ну вот, уже заболевшие люди, приведение их обратно, хоть в какой-то степени в рабочее состояние, это годы, это очень много денег, это усилие страдания врачей, логопедов, семьи и так далее. Ну вот, на что влияют наши знания о мозге? Есть еще у меня время? Есть? Да. На структуру и организацию общества. Например, не вредно изучать принципы функционирования сложных систем. Общество – это очень сложная вещь. Он начинает, это, у него есть законы, как у любой сложной системы. Оно может начать закручиваться, вот как сейчас закрутилось с этой политикой, я вовсе не буду про это говорить, но вы же сами видите, что оно вошло как в штопор вошло. Оно каждый новый день дает еще больший разгон, как бы разгоняется эта машина, она вообще куда собралась вылетать? Это жуткое дело. Когнитивные алгоритмы принятия решений. Как люди принимают решения? На основании чего они принимают решения? Это очень большое заблуждение считать, что мы делаем выводы, что мы вот это с этим сравниваем, потом из А следует Б в школе. А в жизни? А в жизни? Не нравится мне его нос? Пошел он подальше. Нет разве? Или какое-то платье она какие-то идиотские носит, и духи у нее отвратительные, не могу я с ней в одной комнате находиться, все. Вот, но я, понимаете, я ерничаю, я специально как бы шучу, но идея понятна, не стоит думать, что люди принимают решения, как компьютер. Нет, люди не компьютеры. Очень важная, ну про образование я уже говорила, очень важная вещь, о которой почему-то очень мало говорят. Может быть заговорят в закрытых сообществах, но публично не говорят. Подготовка интеллектуальных и социальных элит. Кто эти люди, которые определяют, как будет общество жить, с кем воевать, с кем не воевать, как учить, где приоритеты, эти люди сами готовы к этому, они выучены так, чтобы они имели право принимать такое решение. Как их готовить? Между прочим, традиционные, в том числе и снобистские общества, скажем, Англия, они же, и Америку я хорошо знаю, что в закрытые школы с такой дисциплиной, какая там демократия, вы что? С такой дисциплиной жесточайшая муштра идет для тех, кто потом будет на вершине социальной пирамиды. Никакого вольнодумства, то есть их учат всему, как фраг носить, как вообще, как здороваться, латынь, греческий, там все виды математик, вы что? Это же страшное дело. Я имею в виду, что никто не доверит в идеале, в реальности, все, что хочет, бывает. Никто не доверит людям, не подготовленным, такая вещь, как управление миром, фактически. То есть, по крайней мере, хотелось бы, чтобы не доверили. Вот это я с этого начала, что это не я, это мой мозг, то у меня некоторое количество слайдов по-английски, не из пижонства, а просто некогда было. Я вообще с корабля на... Что это? С корабля на балу из Москвы только. Значит, вот вышла книжка, которая называется «Иллюзия свободы воли». Таких вот Вегнер и ее автор. И несколько, даже не несколько, а уже довольно много теперь, есть статей на эту тему. Получается, что мозг принимает, я сжимаю все, мозг принимает решение за много секунд до того, как владелец, как он наивно считает этого мозга, считает, что он решение принял. Значит, вот в этой книжке ни больше, ни меньше... По-моему, там у меня дальше еще другая книжка названа. Сейчас, минутку. Нет. Значит, я ее куда-то делаю. Но неважно. О, господи. Пошло. Сейчас, секунду. Есть книжка, которая называется... Ну, я куда-то слайд улетел. Которая называется «The Mind's Best Trick». Лучшая шутка, так сказать, мозга. В чем заключается эта шутка? В том, что... Научная книга. В том, что мозг принимает сам решение. После этого он посылает мне... Представляете, наглость? Он посылает мне сигнал утешительный. Он говорит, главное, не волнуйся, это все ты сама и сделала. Шутка. Представляете, мало того, что он, не спросясь, принимает решение сам. А потом проходит некоторое количество времени, вы нажимаете на кнопку гордо, как будто это вы. Вот. Но он еще утешение вам посылает, что не волнуйся, не волнуйся, все в порядке было, сам добровольно решение принял. Это ставит очень серьезный философский вопрос на эту тему конференции прямо аж собираются мировые. А именно, как насчет свободы воли. У нас вообще она есть? или в нас зашито геномом все, что возможно? Да еще и мозг. Мозг-то, когда я говорю мой мозг, это, конечно, очень неаккуратное высказывание, потому что мозг такая сложная вещь, мозг может быть сопоставим по сложности только с Вселенной, у него нет больше никаких сравнений. Поэтому мой мозг, это неаккуратно. Сейчас тогда, сейчас, секунду. поэтому, вот, есть книжки, в которых прямо пишут something unknown is doing we do not know what. То есть мы не знаем, что это такое, этот мозг, и тем более не знаем, что он там вытворяет, что он вообще делает сам. Коту возвращаюсь. Значит, просто напоминаю, потому что, может быть, не все это помнят. Шрёдингер, один из создателей квантовой механики, он придумал мысленный эксперимент, а в чем здесь и написано, именно, что в закрытый ящик, где есть радиоактивность и где есть банка с ядовитым ядом, помещен некий кот. Я повторяю, это мысленный эксперимент, разумеется, с котом ничего, никто такого не делал. По законам квантовой механики, если за ядром никто не наблюдает, то есть ящик закрыт, то его состояние описывается, в квантовом мире описывается, как одновременно распавшееся ядро и нераспавшееся ядро. Мы узнаем о том, распалось это ядро или нет, только когда ящик откроем. А когда ящик закрыт, мы ничего не можем сказать о том, что там происходит. И там кот, который в этом ящике сидит, и поэтому он жив и мёртв одновременно, этот кот. И он либо помрёт, либо не помрёт, с вероятностью 50%, когда мы ящик откроем, заглянуть, как там дело с котом. Вот. И вопрос в том, да, это, конечно, сбило человечество с Панталыку 20-е и 30-е годы 20-го века, когда это всё началось, потому что получилось, что в квантовом мире вообще действуют совсем другие законы. В частности, всё зависит от наблюдателя. Я вот вам про Уфтумского-то говорила. Значит, как только вы нос свой в этот ящик опускаете, там одно происходит. А пока ящик-то закрыт, то нужно сидеть и молчать. Вот. Но нас все успокаивают. Да. И физика с этим, они, значит, у них крыша у всех съехала, естественно, но они как-то с этим смирились. И смирились таким образом. Это ладно, это всё в этом мелком мире происходит. В квантовом мире, в большом нашем, ничего не происходит. Вспоминаем Уфтумского, происходит. Потому что в тот момент, когда я над мышкой, я, к счастью, этого не делаю, но эксперименты провожу, я уже провожу эксперимент. Значит, это не та мышка, которая живёт вольно и вольготно сама по себе и не вяжет никакую эту двойную спираль ДНК. То есть, сейчас встаёт вопрос, и даже об этом говорят, что данные, the data is not theory free, данные не свободны от точки зрения того, кто эти данные собирает. Кто собирает и кто анализирует, тот неминуемо накладывает своё влияние на этот материал. Получается, что внешний мир зависит от... То есть, неправильно я говорю, что восприятие это реально внешне существующий объект плюс тот, кто смотрит на него. Значит, если нет того, кто смотрит, точка, это то, о чём Цветаева писала совсем про другое, что читатель-соавтор зависит от того, кто читает. Я вчера в Москве, на этих патриарших прудах, вспомнила историю такую. Я в советское время зашла в дом книги, всем нам хорошо известной, и там на втором этаже, значит, висела отвратительная картинка, такая дешёвая, вот такого размера. Там, значит, Ленин в Смольном сидит, там в белом кресле, и, значит, что-то размышляет о том, как бы ему ещё мир порушить, вероятно. Картина не представляет собой абсолютно никакого интереса. Но продавец, который точно не понимал, что он делает, потому что иначе он бы не был просто продавцом в магазине, а был бы арт-критиком, к примеру. Он умудрился повесить рядом пять одинаковых картин этих. Пять, они в ряд висели. И это уже постмодернизм называется. О чём не подозревал ни Ленин, ни автор картины, ни продавец. Понимаете, пять одинаковых картин — это акт современного искусства. Ну, согласитесь, все, кто понимает. Правильно? Сама по себе картина — жуткая дрянь. А когда оно начинает, понимаете, как только появляется рамка, то это начинает становиться совсем другим объектом. Вспоминая Крым, не могу успокоиться, мы раньше жили, да, в Коктебеле каждое лето, и в Феодосию ездили, там был потрясающий рынок. На нём продавались, значит, сувениры всякие. Это китч, страшное дело. Я довольно много купила. Вот один из шедевров, который я купила, выглядит следующим образом. Жалко, у меня вообще есть фотографии этого. Я положу, потому что показывать надо. Значит, это вот арка вот такого размера из гнусной, совершенно отвратительной зелёной пластмассы. На ней висит какая-то мочалка из жёлтой пластмассы и больше ничего. И у неё стенка, значит, есть, то есть там ни фигур, нет ничего. Самое потрясающее начинается, когда ты её переворачиваешь. Ты её переворачиваешь, а там бумажка наклеена, где написано, что это такое. Так написано там не больше, не меньше следующее место встречи декабристов. Понимаете, стоило это там, я не знаю, полторы копейки. То есть, я, разумеется, купила и подарила в Пушкинский дом. Оно и лежит там. Вот. Но я имею в виду, что вы понимаете, сама по себе это вещь, это ужас, что за вещь. Но место встречи декабристов переводят её в другой класс. Вы понимаете, куда я клоню, да? Я клоню к тому, что зависит от того, кто читает. Если бы я была колхозницей с трактора, то я бы не поняла, что это такое, сказала бы, неинтересная вещь, что деньги тратят на неё. На неё любые деньги надо потратить. Вторая вещь, которую я там купила, она была не хуже. Это была роза, тоже из кошмарной пластмассы, вот такого размера роза. И она была закрыта, вероятно, чтобы не завяла, я так подозреваю. Она была закрыта прозрачным колпаком. И на всём этом, внизу, она ещё на постаменте стояла, а на постаменте было написано «Красота!» Точка. За любые деньги нужно покупать такое, продавать на сотбис. Вы понимаете, это предмет искусства высокого. Хотя на самом деле это ужас. Ни автор этого не подозревал, ничего. Ну, вы понимаете, куда я клоню? Я не к тому, чтобы развлечь аудиторию, а я к тому говорю, что зависит от того, кто смотрит и кто читает. Этот соавтор, это тот, кто участвует в этом процессе. Поэтому вот это всё, это не так далеко от нас, как мы думаем. Вот у меня тоже картинка есть, карикатура. Значит, Алиса, понятно, она смотрит, там должен быть реальный кот, который не кот, а у которого только улыбка есть, у чеширского кота. Но здесь обыграно, что кот этот сидит в ящике, и видите, что он ей говорит, возможно, возможно, я на самом деле шриодерский кот, а не чеширский. А может быть и нет. И ты узнаешь об этом, только если ты заглянешь в ящик, ха-ха-ха, говорит он издевательский, потому что в тот момент, когда она заглянет, история заканчивается. То есть заглядывать нельзя. И вот то, опять-таки, о чем я говорила. Вот это математика, а почему мы должны доверять, к примеру, математике? Может быть, это у нас мозг прям так, просто работает так мозг. Наш мозг такой. Почему мы должны доверять? Между прочим, Кант великий, величайший Кант. Лучше Канта никого нет. Из философов. Он что пишет. Только вдумайтесь в этот ужас. Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает их ей. То есть мозг говорит, какие законы. Не природа мозгу сообщает свои законы, а мозг какие мог, такие и вывел. В чем уникальность человека, если ген языка, чтение и мышление, это вам на будущее, потому что невозможно про это говорить. Поговорим немножко про сознание. Я очень жалею, что я не автор этого определения. Это был такой нобелевский лауреат Роджер Спири, который в 80-е годы получил своего Нобеля за работы по функциональной асимметрии мозга, эти правые и левые полушария. Вот с ним вместе работал в этой команде профессор Богин, который сказал, сознание – это как ветер, его увидеть нельзя, можно увидеть только плоды его труда. То есть крыши повалены, деревья вырваны, видел какой-нибудь ветер. Ветер нельзя увидеть, можно увидеть облака, которые он несет, цунами, то есть результаты. Вот с сознанием ровно такая вещь. Что такое сознание? Если кто-нибудь вам скажет, не верьте, не знает этого никто. Страшные идут ссоры, споры, бесконечное количество классификаций. Ну, чтобы просто было понятно. Например, я могла бы сказать, сознание – это тогда, когда я, а, не сплю, б, не в коме, ц, не в анестезии. Правильно? Но что значит не сплю? А я когда сплю, я там такое вижу? Так ведь? И это серьезные вещи. Или сознание – это осознание. То есть рефлексия, да? То есть я, вот, что-то я расшумела, слишком я много говорю, там, наговорила всякой муры, могла бы не говорить. Вот это. Так, если мы на такую позицию встанем, тогда 99% населения Земли сознанием не обладает вообще. Есть сознание у детей или нет? Отдельный вопрос, что считать сознанием? Понимаете, это трудный вопрос. Я не собираюсь с него сейчас удаляться. Просто хочу, чтобы вы отнеслись к этому серьезно. Несмотря на всю мою ненависть к Фрейду, подсознание – очень мощный игрок. Мы не можем его никуда исключать. Подсознание или, может быть, бессознательное, я бы еще сказала, или неосознаваемое. Потому что большинство процессов, которые мы производим, и я имею в виду не пищеварение, там, соотношение натрия и калия в организме, а когнитивных вещей делается бессознательно. Мы даже не осознаем, как это происходит. Вот скажем, как я говорю, что я думаю, что ли, какой подерж там куда поставить? Или как ртом крутить? Это страшное количество микродвижений, которые я произвожу для того, чтобы акцента там не было. Это же очень жуткое дело. Вот все это произошло примерно 75-50 тысяч лет назад, когда был взрыв такой вот интеллектуального роста почему-то. И похоже, что в это время формируются функции, которые не только необходимы для языка, но и шире. Это вот то, что называется когнитивные процессы. Это многоэтапное планирование, цепочки логических операций. Если я сделаю это, а потом это, а потом это, то вот что получится. Изобретение игр. Но игр не в смысле пляшем мы и прыгаем, а в смысле игр с ролями. Ты пока здесь сиди, а я вот там, а потом я тебе мигну, махну, и тогда ты вот что сделаешь. Или давай мы будем играть, что я жертва, а ты наоборот. А теперь давай поменяемся. Это очень серьезные когнитивные прорывы. Игра это невинная вещь, между прочим. Вот. И, наконец, поиск закономерностей в наблюдаемых явлениях. И очень интересная вещь. Это музыка. Мы только не можем об этом говорить сейчас. Это вообще непонятно, что такое. Ладно. Хочу показать несколько картинок. Это картинки не рисованные, а это электронно-микроскопические фотографии. Вот так выглядит нейрон. Вы понимаете, что наш мозг – это нейроны, а также клеальные клетки, в которые эти нейроны упакованы. Но это, может, вы сами знаете. В любом случае некогда говорить про это. Вот эти нейроны. Они разных видов бывают, в зависимости от того, где они находятся, какие у них функции. И они, вот у них щупальцы есть такие, дендриты и аксоны, с помощью которых они соединяются друг с другом на коротких расстояниях и на длинных расстояниях. И это и есть нейронная сеть. И она гигантского размера. Вот это, я повторяю, это фотографии, вот так оно выглядит на самом деле. Вот скажите мне, в такой сети, как вообще какой-нибудь сигнал может куда-нибудь прийти? Ведь он же должен прийти в конкретное место. Как это возможно? Ну, в общем, не по мозгам нам это сложность. Вот так выглядят стволовые клетки зеленые, вот здесь они как прорастают. Эта фотография, кстати, сделал Григорий Николупов, наш соотечественник, который работает в Колл Спринг Хаббасу Уотсона. Это тот Уотсон, который Уотсон и Крик, открывший двойную спираль ДНК. Он очень замечательно способный человек, один из тех, кто выиграл мегагранты у нас. Вот он работает с моим приятелем и коллегой Санохиным вместе. Вот, и они, видите, выбирали Байоарт, вынос. Ну, здесь плохо видно, но очень красивая картина. Вот как выглядит эта нейронная сеть. Вы понимаете, это страшная вещь. Значит, у нас триллион нейронов, примерно, кто их считал? Я, кстати, хочу сказать, что если вы полезете в книжки в разные, то вы разные цифры увидите. Причем там огромный разброс. Но, поэтому на это я бы не обращала особого внимания, в смысле, на конкретные цифры. Просто имейте в виду, что их дикое количество. Просто страшная вещь. И квадриллион соединений, соединений, то есть это с этим, это с этим. Каждый нейрон может иметь соединение с другими частями мозга. Каждый может 10 тысяч, а некоторые даже до 50 тысяч. Вы умножайте, если кто умеет, я так не умею, то и вот вы получаете эту штуку. Знаете, что это за цифра? Я как-то сказала, это больше, причем в прямом эфире в лужу село, я бы сказала. Вот. Я сказала, что это больше, чем звезд во Вселенной. А человек, который вел эту передачу, и он таки был астроном, он сказал, да, что не больше, чем звезд во Вселенной, приятель мой, да, он сказал, как бы, не сильно ты умна, матушка, да, потому что не больше, чем звезд во Вселенной, а больше, чем элементарных частиц во Вселенной. Тут я приободрилась, думая, что я сейчас реабилитируюсь и села в еще большую лужу. Потому что я ему сказала, ну уж прямо, частиц элементарных, они сами состоят из элементарных частиц. Думала я, что я очень много говорю. А он посмотрел на меня с искренним, с сожалением, ну что, ну, не понимает. Вот. и говорит, ты пойми, речь о связях идет, не о штучках, а о связях. Представляете, связей в мозгу у каждого из вас больше, чем элементарных частиц во Вселенной. Я предлагаю разойтись вообще. Пошли лучше пиво пить. Ну это, это же жуткое же дело, ну посмотрите. Нет, ну я, я уже теперь веселюсь, у меня расстройство уже закончилось, теперь я веселюсь. Дальше. Что касается скоростей, то по скоростям наш мозг современным суперкомпьютерам игру проиграл давно. Никаких шансов. У нас процессы идут медленно. Не сопоставимо с современными суперкомпьютерами, которые удваивают свои мощности каждые три месяца, я хочу заметить. То есть вот мы сейчас говорим, а еще три месяца, через три месяца, то счет идет на триллионы операций в секунду. Живое не может такого делать. И что? А ничего? Потому что не видел никто компьютера, который был бы Моцарт или Пушкин. А Пушкин вообще троечник, если не сказать двоечник. А гений при этом. Что будем делать? Что с этим будем делать вообще? Вот. То есть компьютеры меньше, чем за наносекунду обрабатывают информацию. Если идет о скоростях, то мы проиграли. Но дело в том, что человеческий мозг это может быть и компьютер, просто потому, что у нас нет другого кандидата, так сказать, на эту роль. Но А не один, Б другого типа. То есть там есть компьютеры, которые подобны вот этим, то есть работают с единичками-нулями, а есть компьютеры, которые мы не знаем, как работают, потому что они имеют дело с другим типом переработки информации. Аналоговым, например. Ну, в общем, вот. И что-то мы не видим креативности никакой в этих компьютерах, слава тебе, Господи. Если нейронную сеть, вот если все эти ниточки, которые у нас в голове есть, вытянуть в одну линию, то мы получим вот такую устрашающую цифру. То есть эта длина, мы можем семь раз на Луну слетать. В голове каждого из нас, поэтому мне кажется, бокс как минимум нужно запретить. Нет, ну как, ну голову-то надо поберечь, смотрите, что там делается. Теперь посмотрите, с какой скоростью это растет, когда плод развивается в материнской утропе. 30 миллионов в час нарастает. Почтением надо относиться к этому всему. Вот здесь почему-то не играет, а, потому что я в PDF перевела, это вообще картинка, вот это все мелькает в Японии. Как играет мозг во время работы, короче, это кино, но, к сожалению, не вышло. Теперь, очень важная вещь, это то, что у нас есть так называемые зеркальные нейроны, зеркальные системы, даже лучше сказать. И вот их открыл Джаком Резалатти, вот в середине сидит. Это системы в мозгу, которые включаются не тогда, когда вы сами что-то делаете, а когда вы наблюдаете, вспоминаете, сопереживаете и так далее, с другими. Это основа обучения, это основа имитации и это основа социального взаимодействия. Вот вы вспомнили про аутистов, доказано, что у людей с аутистическими нарушениями и у пациентов с шизофренией сломаны эти системы. В разной мере они могут быть сломаны. Почему аутичные дети, они не чувствительны к чужому настроению, к чужой боли, они вообще в коконе находятся, они как бы не выходят за рамки своей скорлупы, внутри которой они. Это имеет вполне физические причины. Вот так они выглядят, эти зеркальные нейроны. И вот, что происходит, если у нас зеркальные системы не срабатывают. К ним нужно вообще, к этой идее нужно относиться серьезно, в частности, просто в жизни. Ну вот представьте себе, что вы идете на какой-то очень трудный разговор. От этого разговора много за... Не вообще поболтать, купить зеленые туфли или красные, а вот серьезный разговор. Вот если вы к этому серьезно относитесь, вы вообще-то должны его просчитать. Заранее. Вы должны сказать, я ему вот что скажу, а он мне, потому что я его знаю, он мне в ответ на вот что скажет, а потом я ему вот что, а он мне вот что ответит, тут я стул между глазами. Значит, зачем я иду на разговор, если я заранее это знаю? Значит, если я хочу его обыграть, правильно, я должна его точку зрения, вот которая из зеркала-то, на меня будет другой смотреть. Понимаете, я не должна делать вид, что человек, с которым я веду серьезный разговор, что он это я. Он-то не я. У него есть свои аргументы, и я должна их знать, и я должна вносить поправку на его взгляд. Иначе можно не разговаривать, а нечего ходить, сидит дома. Мозги, видите, по-разному устроены. Ну вот, все это называется «серия в майнд», кстати, аптечках, и это способность человека строить модель психического портрета другого человека. Поэтому, скажем, если мы фиксируем то, что происходит в мозгу у матери, которой показывают фильм, где ее ребенок сломал руку, и страшно страдает, у нее эти зеркальные системы вообще такое там вытворяют, как будто это ей сломали руку, и как будто у нее это страшная боль. То есть, вот сопереживание. Поэтому, вообще-то говоря, можно даже, вот если человек, скажем, смотрит какой-то, таких экспериментов много делается, смотрит какой-то фильм, где вот жуткое что-то происходит, и у него ничего там в мозгу не сверкает, то это, тут есть о чем подумать. То есть, что-то с ним не то, с этим человеком. Я уверена, что вот эти преступники, там, садисты всякие, что вот у них явно с этим что-то не то, потому что, ну, это просто невозможно в противном случае. Сейчас, давайте-ка я это пролесну, потому что иначе я никому не дам больше ничего говорить. Где кончается мой мозг? даже не то, что мой мозг, а не знаешь, какое слово сказать. Вообще, mind, это не мозг в физическом смысле, потому что в физическом смысле это brain, а mind, это что-то вроде сознания, даже не обязательно, потому что разум подразумевает рациональность. Я каждый раз не знаю, как с этим быть, потому что это очень мутные вещи такие. Ну, во всяком случае, это не brains, это не ткань. Вот где как бы, где это все кончается? Вот есть очень замечательный такой философ и лингвист, хулиган, Джерри Фодер называется. Я лично его знаю хорошо, наслаждаюсь, когда читаю, да. Вот он чудесный, он уже канонников ждет, так что я буду сейчас закручивать. Вот, он написал замечательную статью, которая именно называется Where is my mind? Где вообще это? Написал он ее вот почему, потому что он там пишет, он очень крупный ученый, но пишет так, что я просто со смеху валилась. Он говорит, вокруг меня ездит пылесос по комнате, пока я здесь пишу. Ну, просто как живой он пишет. В научной статье вот такими словами. Просто говорит, как живой. Мои внуки кормят его печеньем, он его ест. Вот, но ведет себя просто как живой. Надо, говорит, мне его открыть, посмотреть, что у него внутри, нет ли у него там ментальных репрезентаций. Хулиган. Вот, я, говорит, открыл, и что там только печенье, и говорит, там точно лежит. И лежит кошачья шерсть и вообще всякая дрянь. А ведет себя как живой. Ну, в общем, а вот у этих, у них есть как бы сознание, там, сознательное поведение, планы, тем более у этих. Есть такое понятие extended mind. Это имеется в виду разные, две разных вещи. Во-первых, большинство наших когнитивных операций мы делаем не в одиночку. Мы живем в социуме. Мы с кем-то все время кооперируемся. По телефону или в совместную работу делаем. Большинство вещей мы делаем с кем-то. Поэтому этот mind, он у нас распределен не только между гаджетами и нами, что вообще, серьезно, тут есть о чем подумать. Где, как, где я заканчиваюсь. Вот. Ну, и между других людей. И вот был такой человек Мак-Люэн, он отец теории коммуникации и так далее. Он вообще, видите, что говорил? Он говорил, что мы движемся в сторону надбиологического вида, который он предлагал назвать «Hopions Auto Creator». То есть человек самосозданный. Потому что и это дело уже даже не будущего, а, можно сказать, и настоящего. Рука искусственная, печенка искусственная, сердце искусственное, в мозги чип вставлен, чтобы побыстрее думать и память лучше была. Да, горта не искусственная, а я, это все я еще? Или это кто? Так что, вот это, это, так сказать, такое напоминание, и я действительно движусь к концу. Мы вообще-то, извините за такой грубый каламбур, играем в ящик Пандоры. Этот ящик таки откроется. И вот об этом, собственно, я и пишу. Конечно, когда генетика мощнейшая наука, когда она научилась делать то, что она может, это вызывает, конечно, восторг, потому что мы можем прослеживать и этносы, кто кому родственник, там, в широком смысле, не личные даже, а по человечеству. Мы можем знать про болезни заранее, и вносить коррективы. Это, конечно, чудесно. Но та же самая отверточка, которая показывает полезные вещи, ей же можно сделать и неполезные. Разумеется, нам говорят, это будет строго секретная информация, ваш геном, это самый большой секрет, его будете знать только вы. Но мы же не дурачки, мы же понимаем, что никакая информация не удерживается в тайне. Так? И тогда вы приходите в страховую компанию, они говорят, чего, страховать я вас буду? Да вам жить-то осталось полгода. Смотрите, что тут написано. Ну, я хулиганю сейчас, но линия-то, понимаете, это серьезная вещь. Вот, или, например, этого человека учить надо или не надо? А чего его учить? Зачем я буду тратить деньги на него? То есть, такие, все, мне показывают на часы и... И вот, спасибо вам за внимание тогда, раз так. Готова выслушать вопросы, если есть ответы, то дам, да. Я хотел спросить, очень много экспериментов по поводу принятия решения, да, а вот, все-таки, мне кажется, здесь может быть какая-то проблема с интерпретацией. Как можно понять по вот этой активации, да, это именно принятие решения или, допустим, готовность к принятию решения? Правильно. Очень хороший вопрос и мне нечем крыть. За исключением одного, понимаете, это серьезные ученые, они, разумеется, догадываются и о такой интерпретации. То есть, это профессиональный длинный разговор, мы не можем сейчас ввести его, но это настолько... Я когда увидела первую статью про это, это было поздно вечером, у меня вообще просто поплыло все перед глазами, думаю, сейчас я... Тут есть электронные адреса авторов, сейчас я им и напишу, и написала. Вот. И в частности, там, например, была цифра 30 секунд, 30 секунд между реальным принятием решения мозгом и тем, что человек нажимает на нож, это дикое время. И я написала, я говорю, буква М не потеряли? В смысле, миллисекунд? Я согласна. Но не секунд же? Нет, говорит, не потеряли. Ну, в общем, мы не можем продолжать, чтобы все не засохли. Мне, как и вам, Татьяна Владимировна, очень повезло. И месяц назад, когда я ехала в электричке из Ломоноса, тоже упало что-то. Мне упало на голову какой-то Санкт-Петербургский дневник, что ли, газета, открытая на странице, где интервью с вами. О, Господи, ужасно. Называется повезло. Очень интересовалась и с тех пор не смотрю детективы, не читаю. Это вы завязываете с этим. Здоровье дороже, да. Я слушаю ваши лекции по компьютеру теперь. Ну, это конец. Я буду вам благодарна до конца дней за то, что вы есть и за то, что вы умеете так разговаривать по сложным вещам. Я сама преподаватель тоже иностранных языков. У меня немецкий, английский. И два года назад я выучила итальянский. Я бы поучила еще. Но меня пугает, что вот нельзя перегружать мозг. Как вы на это? Нет, отвечаю на этот вопрос. Да, на этот вопрос я могу ответить. Значит, мы же понимаем, что есть люди, которые могут нести сумку, в которой только 2 килограмма. Вот если 3, то уже, скажем, позвоночник не выдерживает. А есть люди, которые поднимают штангу весом 200 килограмм. Значит, вот те, которые могут 200, пусть таскают 200. А те, которые могут 3, пусть таскают 3. Объективных не может быть никаких разговоров про то, что если вы знаете два языка, то вам нельзя третий. Вообще, это даже так вопрос не может стоять. Сколько есть людей, которые знают 60 и 70? И ничего не происходит. Мозгу только лучше. Я прошу всех понять одну вещь. Если вы ляжете на диван и будете на этом диване лежать 7 месяцев, то потом ваш организм не будет знать, как ходить, как сидеть вообще, как руками двигать. застыть в мозгу ровно то же самое. Мозг должен быть занят работой. Причем работой трудной. Трудность этой работы определяется индивидуальным. Одному трудно простые кроссворды решать, а другому греческую грамматику и теоремы доказывать. Понимаете? Не важно, какая это работа. Важно, чтобы она была. Потому что если нейронная сеть не работает, тогда не удивляйтесь, что превратитесь в баклажанскую. Он должен быть занят, занят. Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос. Меня зовут Наталья. Наверное, немножко о цивилизационном слове как раз. Чуть-чуть сейчас вопрос. Может быть, можно выходить. Да ладно, дольше выходить, проще так. Вопрос у меня такой. Сейчас очень много говорят о том, что, так скажем, то, что называют эры традиционного нарратива линейного. Входят в прошлое. То есть, некого типа способа мышления, который завязан как раз на язык, на языковые структуры. И гораздо больше уделяется не без помощи средств массовой информации, а информации визуального плана. Которая имеет совсем другие характеристики. То есть, она является более ассоциативной, более образной и менее апеллирует к нашему рацию, так скажем. И кто-то по этому поводу бьет в голову и говорит о том, что школьники разучились читать, если читают, то не понимают. О чем они только что прочитали. А кто-то говорит, что да, это просто новый тип мышления, и к нему можно адаптироваться. Ну, такие изменения происходили когда-то вообще с человечеством, с его культурой. Так вот, у меня такой вопрос. Насколько действительно наш интеллект, так скажем, завязан на язык, на вербализацию наших мыслей и, например, такая частность, насколько, например, нарушаются интеллектуальные функции у больных, страдающих аппазией? У тех, кто не может воспринимать речь или говорить. Извините, пожалуйста, а добавить к этому вопрос можно? Как можно ли проводить параллель между слепо-блухо-немым и человеком-малуле? И что может быть в семье, где родители билинглы предполагают? Это несколько разных вопросов. На каждый из них я могу ответить, но если у меня время на этот ответ, поэтому очень... Нет, мне организаторы уже там... 20 минут сказал. Сначала, да, ну как-то. Значит, да, на речь мы завязаны чрезвычайно, потому что наличие у нас вербального языка, который не покрывает все наши языки, что существенная добавка, наличие вербального языка является нашей биологической подписью как вида. Вот если бы, если забыть про геном, то тогда я бы сказала, человек это тот, который говорит, у которого есть речь. Не обязательно это речь, это может быть жестовое, там не важно, но это тип, тип вот такого, хотел сказать, коммуникации, но не говорю, потому что язык это отнюдь не только коммуникация, язык это средство мышления. А что играет первую роль, это еще большой вопрос, которым нам просто сейчас некуда, некогда, нет возможности обсуждать. Есть такая точка зрения, что язык был в кавычках там сделан, но не сделан, конечно, для мышления, а не для коммуникации. Потому что если бы он был для коммуникации, тогда любой объект был бы равен сам себе. А объект зависит от контекстов. Эти контексты меняются каждую секунду. И это для коммуникационного инструмента плохое качество. Азбука Мурза идеальный инструмент, да? Вот это значит, что значит, и больше ничего не значит. Человеческий язык не таков отнюдь. Значит, теперь дальше. Про афазии, может быть. Нет, если у человека... Это все зависит от того, что именно нарушено. Но если у человека так случилось, что у него нарушен только язык, то это может и не повлиять на его другие интеллектуальные возможности. Тем более, что он язык уже выучил. Я одновременно отвечаю. Здесь большая разница. Это человек, который уже вырос в социуме, с языком и так далее. И потом его потерял. Это одна история. А история, когда он и не бывал там, это совсем другая история. Теперь, что касается слепоглухонемых и Маугли. Нет, это разные истории. Потому что у Маугли уши получают информацию, глаза получают информацию, кожа получает информацию. у него сенсорные системы, все впускают туда. А мы все попросы поняли, я читала, что они даже диссертации защищают. Это так. Они развиты и круче. Это так, да. Этим занимаются целые институты. Ну, сейчас просто мы не можем сейчас про это... Теперь про языки. Ваш вопрос какой? Про билингвов? Билингвов. В смысле? А как звучит вопрос? Хорошо или плохо быть билингвом? Или что? Про семью. А? Мне недавно рассказали про семью, где семья Кипония. Значит, мама русская, папа аргентинец, страна Кипония. И вот как там должны вообще развиваться дети? Я на эту тему читаю несколько лекций студентам, поэтому я не могу, естественно, сейчас будет рассказать. Я отвечу так вокруг. Мой ответ будет вот какой. Существует миф, что большинство людей, живущих на земле, монолингвы. И что билингвизм, неважно, это би, три, или сколько там этих языков, что это исключение. Вот ровно наоборот. Как раз стран, где говорят на одном языке, а, соответственно, людей, которые владеют одним языком, абсолютное меньшинство на планете. Большинство даже не подозревает людей о том, что может быть один язык. Вот. И да, это другая мозговая организация. Это зависит от многих факторов. Вот случай, который вы описываете, это широко распространенный случай. И зависит тоже от многих факторов поведения этих людей. Например, как они договорились в семье разговаривать. Они говорят по средам, по-японски, по четвергам, по-немецки. Это тоже есть такое. Или один родитель, один язык. Прям принцип такой есть. Мать всегда по-французски, отец всегда по-английски. Ну, в общем, короче, это длинная история. Но это по-разному мозг, да, устроен по-разному. Он настраивается на... Мозг – это потенция. Он... Мозг взрослого, развитого человека – это тот мозг, с которым он родился, плюс то, что на нем написал жизненный опыт. А вот уж чего написал, то написал. Если он знает языка, то он не может мыслить. А если он не может мыслить, значит, он не может себе осознавать всякая личность, всякая личность. Ну да, да, да. Но это, я повторяю, это требует длинного разговора. А как осознавать? Осознавать. Да. А как осознавать? Она по-русски есть. Там собраны свидетельства мыслителей, в основном ученых. Интереснее, что ученых. Великих, типа Эйнштейна. Которые пишут, как они... Они пытаются описать, как они делали открытие, как они мыслят вообще. Вот это очень интересно читать, потому что там получается, что все вот их эти прозрения, а также открытия в области не худ. Я специально не трогаю искусство, потому что это отдельная история. Физики. Что вот они все открыли уже на уровне не только до языка, а вообще до какой бы то ни было символической записи. То есть они прямо пишут, что какие-то цвета переливались куда-то, из каких-то формы какие-то там плавали. То есть, понимаете, это вообще другое. И потом они говорят, а потом огромные усилия уходили на то, чтобы то, что я и так уже знаю, а он знает до, да, чтобы это перевести хоть в какую-нибудь символическую форму, чтобы это было доступно и другим. Формулы, в графике, в язык, буквально в нашем смысле язык. То есть хоть во что-нибудь. Значит, вот это все прошло на вот этом вот гештальтном, таком мутном, размытом каком-то поле. Вот с чем мозг имел дело. Только как вы это опишите? Это как вот Лотман, с которым тоже мне повезло, я общалась много. Его очень интересовало, как со снами быть. Ну, каждый из здесь сидящих, я уверена, знает, что в тот момент, когда вы начинаете рассказывать сон, ему конец. Правильно, этому сну? Его нельзя рассказать, потому что это тот текст, который не переводится в линейный текст. Он не может быть переведен. И опять-таки я вот все время привожу пример. Филини кто-то спросил. Про что ваш фильм? Он говорит, если бы я мог сказать про что мой фильм, я бы написал роман. Вот мой фильм, смотрите его. Вот он. Это не... Он не может быть, потому что в тот момент, когда вы его... Его это произведение невербального искусства или сон, когда вы его начинаете переводить в линейную форму, он исчезает. Это как код этот. Крышечку открывать нельзя. Заглянул, все, нету. Один вопрос. Друзья, один вопрос. Все, все наелись полностью. Можно спросить про майнд-машины? Про что? Это которые тренировать мозги? Ну, можно и тренировать. Полезные вообще для... Ну, я бы не стала. Не опасно. Ну, я не знаю. Я даже смотрела их так... Мне как... Мне неинтересно. Я не думаю, что какая-то там мясорубка, условно говоря, что она мне мозги лучше разовьет, нежели я прочитаю сложный текст, в котором мне надо действительно думать. Почему я какую-то... Ну, что я себе... Это вроде этого пылесоса, понимаете? Он есть... Вообще они действительно смешно выглядят. Они, когда проголодаются, у него электричество заканчивается, он так урчит, урчит боком. Подъезжает к розетке, там поест и довольный дальше едет. Вот зачем мне эти игрушки? Мой-то мозг. Как мозг любого из здесь сидящих. Он, я повторяю, Вселенной равен. Они нам будут подсовывать штучки, которые его будут улучшать. Ну, пигмейте. Спасибо вам за терпение.